Вересовая книга Вересовая книга Вересовая книга Вересовая книга Она очень интересна тем, что вроде как она небольшая, но она очень долго мною читалась. Там тихостранистам, не знаю, то ли 50, то ли 100, не помню. Но она очень долго мною читалась, читалась. И вот я прочитаю, и что-то осталось, что больше не осталось. И когда читаешь, там она разбита на небольшие главы, и возникает ощущение, что глава главой, а за главой еще смысл. Поняли? И этот смысл, который входит в мою голову не через текст, а каким-то другим способом. Вот я читаю, и он входит, и голова как аж раздувается от этого смысла, который вошел, но который не осмыслен. Поняли, да? То бишь, за видимым текстом есть еще невидимая какая-то часть. Как вот есть Айсберг, да, вот есть видимая часть Айсберга и невидимая часть Айсберга. И вот эта невидимая часть этой книги, она многократно превосходит видимую. Но она присутствует в этой книге тайно как бы, то есть она есть. И в работе над космогонией, в работе над ритуалами, в работе по осмыслению нашей веры, я многократно обращался к этой книге и многое туда подчеркнул. Я, конечно, не скопировал ее, но она меня подтолкнула к очень важным идеям, очень важным мыслям, очень важным откровениям. И знаете, вот любой народ, который себя уважает, ежели он имеет в своей истории некий факт, который возвышает его, даже если этот факт возвышающий его спорный, то ли да, то ли нет, да, он его объявляет как бесспорный факт для поднятия духа нации и народа. Понятно, да? То бишь, былины, мифы, которые писались многими народами, всеми, они служили целью, одно очень важное, целью воспитания народа. И когда-то совершил кто-то какой-то высокий поступок. Проходит время, этот поступок обрастает новыми деталями, которых не было, когда этот поступок совершался, понимаете? Более возвышающими вот это действие. И в конце концов возникает миф, который обудравит воображение людей и ведет их на очень высокие какие-то поступки тоже, понимаете? Вот тоже Александр Матросов. Как он упал на этот, на бранзуру, сказать, то ли подскользнулся, то ли специально закрыл, уже не имеет никакого значения. Вот, но этот момент был первым, и потом сотни солдат повторили этот подвиг, понимаете? Они бросались на бранзуру и уже реально совершали вот этот подвиг. Он был повторен во время войны многократно. Вот, и вели в свою книгу. У нас не так много чего осталось от нашего язычества, от нашей веры родной, понимаете? Чтобы нос воротить от того, что вот пришло, понимаете? И ежели бы это было что-то недостойное нашего внимания, понимаете, вот эта книга, то другой вопрос, можно было бы выкинуть ее на помойку. Вот те же, так называемые славяно-листские веды, которые, так сказать, очень сильно раскрутил товарищ Хеневич, в общем-то. Это тексты, которые унижают достоинство нации, скажут, ну не могли бы наши предки столь примитивными, чтобы написать такие веды. А вот эта книга, она говорит о очень высоком духе, о очень высоком уме авторов и этой книги, и людей, которые описываются в этой книге. Она однозначно поднимает нас на очень высокую планку, понимаете? Вот, и поэтому, так сказать, к ней важно относиться с глубочайшим уважением, вот, ну, само собой, не слепо, не критично, вот, то есть не слепо, но критично, но при этом с большим уважением и вынести тот багаж, который она в себе несет, в свою душу, в свою жизнь. Это очень важно. И вот сегодня я хочу, в общем, поговорить об этой книге, процитировать определенные вещи из нее. Вот, они очень важны, и цитируя те или иные фрагменты из книги, вы сами увидите, насколько были глубоки наши предки тысяч лет, когда эта книга писалась, а мы даже и раньше писались, еще более глубокие времена. Никто не знает точно, когда написалась, потому что те дощечки, на которых она была написана, они были утрачены. То ли Анненер бы их украла, то еще кто-то, в общем-то. Но вы же знаете, что на территории России в течение тысячелетия ведется зачистка всего того, что может углубить нашу память, понимаете? Все уничтожается, и уничтожается очень грамотно и целенаправленно. Вот, причем, даже недавно были какие-то тексты, они были выброшены на помойку. Причем, древние тексты наши, русские тексты, понимаете? Такие дела. Ну, так вот, в общем-то. Если, собственно, что касается Велесовой книги, она так называется, но Велесова ли она? Потому как Велес здесь не является каким-то особо почитаемым божеством, он как бы бог в системе богов. Он тут не главный, тут много богов, много событий. Ну, так ее назвали, почему назвали, я не знаю. Вот. А? Бук мудрости может из-за этого. Может быть из-за этого. И вот первую цитату, которую я хочу здесь произнести, она очень значима и по сей день. «Слава богам нашим! Мы имеем истинную веру, которая не требует человеческих жертв. Это делается у варягов. Мы смели давать лишь полевые жертвы, и от трудов наших проса, молоко, жир. Так всякий, который слушает греков, скажет про нас, что мы людоеды. Но это ложная речь, поскольку это в истину не так. Мы имели иные обычаи. Тот же, кто хочет победить другого, говорит о нем злое. И тот глупец, кто не боится с этим, потому что и другие начнут это говорить». Все понятно, да? Великая русская империатрица Екатерина все время писала, что нет другого такого народа, который был бы так бы оболган, как русский. И я, как русская, положу все свои силы на то, что вы там и все прочее. То бишь, говорят, что она немка, да, в общем-то, как бы немка. А есть еще одна версия, что она дочь русского офицера, который проезжал мимо того королевства. И все прочее, в общем-то. И был в Петербурге некий чиновник, который имел право, единственное во всем Петербурге, встречать империатрицу, когда она к нему приезжала в тапочках. Это был ее папа. То бишь, есть версия, что она чистая немка, есть версия, что у нее были и русская кровь, ну, отец был русский, ну, незаконно как бы рожденный, получается. Но не важно. Важно то, что даже будучи немкой, она сказала, я как русская, положу все свои усилия для того, чтобы предлечь эти унижающие русский дух тенденции. В течение... А? Просто так она бы не сказала. Да, ну, понятно. Вот, то бишь, будучи даже немкой по крови, она питала дух русский, уважение к русскому народу. И она приложила большую усилие для того, чтобы бороться с этим злом, со злом лжи в адрес русского народа. И вот наши политики, так сказать, сидят в таком недоумении, ну, современные, вот, то есть, если бы это было написано о негре или о евреи, да с работы бы выкинули на Западе. На Западе о русских пишут что угодно. Такие мерзости. Вот, например, одна лондонская газета опубликовала, что русские солдаты, когда вошли в Германию, изнасиловали всех женщин, начиная с 12 до 80 лет. Это проглотили, это муссировалось, это осталось, понимаете? А в принципе вот какой, как сказал Адольф Гитлер, все люди лгут, но большой лжи боятся. Лгите по-крупному, что-нибудь достанется. Вы поняли? И даже когда уже будет всем доказано, что то, что сказано было о человеке или о народе, это ложь, в любом случае, найдется кто-то и шпильку вставит. А может это не так, а может это было как написано было, понимаете? И будут дергать, будут смекать, понимаете? Потому что кому-то будет приятно делать другим больно. Так вот, и в Вересовой книге главным врагом русов являются греки. Понимаете, вот они были в постоянном противостоянии. И написано там как, вот эллины же сами враги русскаланам и враги богам нашим. А в Греции ведь не богов почитают, а людей высоченных из камня, подобных мужам. А наши боги суть образы. И вот тут очень интересный момент. Я нормально прочитал? Понятно, да? Вот, очень интересный момент. Враги русскаланам и богам нашим. Они называют себя русскаланами. Русскаланы жили на Дону. Вот здесь, в этих местах, понимаете? Вот, то бишь, русские и русскаланы это одно. Русскаланы это сарматское племя. Понимаете, что получается? Вот, и вот мы находимся на территории сейчас тех самых русов, которые вот здесь жили, понимаете? Которые, так сказать, боролись здесь с греками, ну и так далее. Вот, и вот по поводу того, что их боги, люди высоченные из камня, а наши боги суть образы, это фундаментальнейший момент. Дело в чем? Дело в том, что когда византийский император, римский император принесли 9 книг Севилл, он эти книги прочитал и пришел в ужас. Выяснилось, что крон был князем, уран был князем, зев был князем. Это князья, были великие правители, которые были обожественны. Понимаете? Вот, людей почитают. А наши боги суть образы, понимаете? То есть образы сил. То есть, вот это очень важный момент, когда рисуется бог, мы рисуем не самого бога, а его образ. Тот образ, который он проявил для нас, с помощью которого образа мы можем с ним вступать в контакт. Поняли, да? Когда я пишу гимны о божестве, в общем-то, это тоже некий образ бога возникает, понимаете? И через слова, через те слова, которые я им обращаю, я формируюся некий образ бога, и я вступаю с образом бога. То бишь, увидеть бога или богов в их истинном обличии, такими, какие они есть, в общем, могут очень немногие. И боги, они в зависимости от уровня народа на данный момент времени, они посылают ему образы себя. Поняли? Образы, через которые люди могли бы связаться с богами. А греки высекали именно людей, четко, ясно, в общем-то, обожествляли людей. И дальнейший, как бы, шаг, который был осуществлен греками, это обожествление Иисуса Христа, тоже человека, да? Который жил на земле, в общем, бога-человек, в общем-то. Вот, опять же, не образ, а конкретный был человек, в общем-то. И потом, так сказать, его они нам экспортировали в нашу жизнь, и мы никак с этим экспортом не разберемся, в общем-то. И получается такая очень интересная вещь, в общем-то. С одной стороны, понятно, что русские, это русскаланы, это сарматы, это русские, идущие не с запада на Русь, а с востока, понимаете? И вот есть книга Галкина, называется «Русский каганат». Мы сейчас находимся на территории русского каганата, между Северский Донец и Дон. Вот, помните, Дон идет, и вот такой вот. Вот эта вся часть, это была русским каганатом. Недавно это было открыто, Белая Вежа, это была одной из самых сильных крепостей этого русского каганата. Здесь жили русы. И в Велесовой книге сказано о том, как они шли, потом уточню, как они шли, в общем-то. Ну, они пришли сюда, и написано «К Белая Вежа», а потом из Белой Вежи они пошли уже на Киев, понимаете? Когда уж как Гаганат был разгромлен, в общем-то, как хазарами. Вот. То бишь, здесь Велесова книга показывает движение русов совершенно обратное тому, которое существует в ортодоксальной исторической науке. Недавно товарищи шведы сделали скульптуру Рюрика с компанией Влади и хотели подарить это русским, чтобы русские у себя поставили. Ну, а не как бы Рюрик создал русскую государственность, что является полной чушью. И Велесова книга об этом тоже написана. Вот. Очень забавно написано, так сказать, потом прочитаю. Русь создавалась с востока и с севера, но не с запада, понимаете? Вот такие дела. Так вот, в общем-то. Вот тут интересно, так сказать, написано о тех же греках. Греки не имеют силы, ибо они обабились. И вот любопытно, что получается, так сказать. Христианство – это же религия женская, это не мужская религия совершенно. Есть мужская духовность, есть женская духовность. Мужская духовность – это план воли и познания. Воля и стремление к познанию, к самоутверждению – это мужская духовность. А женская – это приятие, любовь, радость, понимаете? И парадокс христианства заключается в чем? В том, что мужики вытолкнули женщин из духовного поля, заняли их нишу, поняли? И стали призывать к любви, к приятию, что должна делать женщина, в принципе. А женщин объявили, ну, вообще, как бы, и нет у вас. До 12 века у женщины души-то не было, знаете, в курсе, в общем-то. Потом было голосование какого-то собора, не помню, какого, уже. И двумя голосами победили, что женщина душу всякие имеет, потому что было уже много святых женщин. То бишь, мужчины заняли женскую нишу, в общем-то, создали женскую религию, одели эти длинные юпочки. И женщину объявили, так сказать, вне закона вообще. Есть такие казаки-некрасовцы, они сохранили еще вот удвоеверие. Как-то к ним попа прислали, чтобы он служил у них в храме. И когда попа увидел, что женщина свободно ходит по храму, где хочет, он был в верости. Там же, так сказать, есть места, где женщине ходить вообще нельзя. Она осквернит это место. И он стал орать, что, так сказать, женщина грязь, в общем-то, и нельзя быть в этом месте. Да так сам грязь, женщина святая, она детей рожает. В общем, поспорили, батюшка умер от разрыва сердца. Смешное страшно. Он был в таком шоке от такого наезда, что так за женщину заступились те люди, которые еще хранили в своей вере, в христианской вере, но еще память о языческом отношении к женщине. Понимаете? Вот такие дела. И вот греки обабились, они приняли женскую веру. И эту веру они передали нам. Эта вера в течение длительного времени, она утверждалась в России подлейшим способом. С помощью натравливания власти на народ. Что и сейчас происходит. Вот, приехал по Северному Кавказу и какой там епископ, в общем-то, узнал, что у Пятигорска собирается человек по 500 на праздники языческие. И там порубили капище, в общем-то. Ну, там сейчас что-то творится, в общем-то. То есть, натравили власть, а никому-то мешает, а никому не мешает. У нас как, у нас свобода совести, или ее нет, в общем-то. Свобода вероисповедания. Почему кто-то имеет право в атаксе вести в отношении другой религии, в общем-то. Это вообще-то является чистым экстимизмом, это подсудное дело. Но их это не касается вообще почему-то. Наш патриарх Кирилл заявил, что славяне до крещения были варварами, людьми второго сорта, почти зверьми. Вы представляете? Это чистая вода, экстремизм. Ну, их почему-то не касается, их за это почему-то не сажают. А другой вообще сказал, что лучшее применение для тех, кто отмечает Машленицу, это сжечь их на костре. Поп, публично, есть в интернете, у меня на сайте выложено. Вот. И он говорит, вы это не разместите? Вы это вырежете? Они не вырезали, не все разместили. Собор собирали и выбирали главного князя только во время нападения, чтобы он руководил дружиной. Потом опять все разбегались по своим общинам и жили. Ну да, да, да. Был выборный княж. А попы, они же царь, батюшка, государство, поэтому их и кормят. И дальше, в общем, что интересно. Греки берут, а сами злобуют и от на дающих. Характеристика очень интересная, да? Вот. И момент. Вот, понимаете, Великова книга, почему ее так ненавидят? Потому что она разрешает все спорные вопросы. Все. Которые сейчас существуют в исторической новике, понимаете, по поводу русских, вообще как таковых. Вот первое, откуда мы пришли, да, в общем-то, с запада пришли, сделали нашу... Они называли Россию гордо-рикой, страной-городов. Тут было более сотни городов. Тацит в третьем веке писал, что германцы городов не знают, а у славян их великое множество. Понимаете? Тацит писал. Неангажированный был историк совершенно. Вот. И тут вдруг кто-то во всей скандинавии, тогда было около семи городов, они пришли и создали наше государство. А вот своего не смогли создать. Наша великая смогли создать, а своего не смогли. Так вот. И вот вопрос о письменности, опять же сказать, кто нам ее дал. Установили у нас их письменность, чтобы мы приняли ее и утратили свою. Была своя письменность. Естественно, такую книгу нужно объявить фальшивкой, потому что она говорит, была своя письменность, и нам навязали чужую, и мы приняли чужую как свою, и так далее. Понимаете? То бишь, тут очень много таких моментов, которые решаются, так сказать, абсолютно положительно, если признается эта книга подлинной. Всю историю России нужно переписывать. И переписывать ее в значительно более высоких тонах, чем у нас сейчас написано. Понимаете? Вот. И понимаете, ведь есть такая формула, что на небе и на земле, да? И отражение земных битв, это отражение, ну, земные битвы, это отражение космических битв. И вот что пишет об этом Вильсова книга. Это Греция пришла на ту землю, и там сражались солнце и месяц за землю ту, и небо сражалось на поле битвы, чтобы земля-то не пошла в руки эллинские, осталась за русскими. Описывается космический конфликт, космическая война. Война лунных и солнечных культов, понимаете? Борьба солнца и луны, лунных и солнечных сил за обладание землею. Во как они понимали эту битву, понимаете? Это не битва двух народов, это битва космическая, это битва солнца и луны. То бишь, то, о чем я потом писал в своей книге, по поводу лунных и солнечных культов, они это прекрасно осознавали, прекрасно понимали, что происходит. Вот, пожалуйста, что получается. Далее, что это был за народ, который все это написал, который все это создал. И, знаете, забавно, как там мозги устроены. Как-то я ходил полгода мимо одного дома, а потом встал и остолбенел. Я увидел, что в этом доме окно на уровне вот таком от асфальта. Так как я не мог себе представить, что такое возможно, я мимо него ходил каждый день несколько раз, и я его не замечал. Когда я заметил, я пешил, думаю, а когда они его прорубили? Я его не прорубляю, оно там было. И вот я читал, 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 читал две лица книгу, и до меня туго доходило следующее. Но житье наше в степях до конца нашего, степное племя-то, понимаете? Народ. Да, народ. Ибо русские вольны и сильны в степях. Понимаете, вот читал, читал, я замечал это, но как-то до меня не доходило, потому что мы же понимали, вот русские, это в лесах и все такое, лесные жители. Вот, да. Создались роды те, в Семеречье, где обитали, где мы обитали за морями, в крае зеленом, когда были скотоводами. И было это в древности, они были скотоводами. Обитали в Семеречье, это район Казахстана, там есть такое, ну, много версий, ну, в каком-то Семеречье они обитали, непонятно где именно это было пока что, ну, где-то обитали, а, а где-то, а? Вот, в Семеречье есть несколько таких мест, которые можно так назвать, в общем, так сказать, но где именно, непонятно, в общем-то. Ну, вот неважно, в общем-то. И вот дальше интересно, с великими трудностями, они же из Семеречье шли, с великими трудностями мы переправили своих людей и скот на сей берег и пошли к Дону. На сей берег? На сей берег. И пошли к Дону. Вот тут они ходили, понимаете, вот тут они гуляли со своим скотом, со своими, так сказать, лошадьми, кочевники. Волгу переправили. И через Волгу переправились. Вот именно они, ну, понятно, через что, в общем-то. И пошли к Дону, само собой, в общем-то. А имели мы степи травные и должны были водить скот, оберегать его от врагов. Русские скотоводы, степняки, арийцы были скотоводами и степняками, понимаете? Да много чего, сейчас я не об этом пока. И дальше, что интересно, мы сыновья Великой Руси, которая создавалась от севера. И опять же, и этот вопрос решается, понимаете? Они от севера шли, от Арктиды к Семеречью. Потом и Семеречья шли, так сказать, на запад, на Волгу, на Дон, дошли до Днепра, дошли, так сказать, до Карпата и так далее. Вот этот путь, понимаете, четко описан. Принимается, а? Есть первые реки, Урал и Белая, вот первые реки, которые, как говорится, там тоже Башкирия, степная полоса идет. Ну, понятно, в общем. Потом уже идет Волга. Да, понятно, понятно. В общем, то бишь, они шли этим путем, само собой. Вот, то бишь, Русь, Жушла создавалась от севера, потом, сказать, роды формались в Семеречья, потом они пошли, сказать, через вот все эти степи, они дошли до Волги, потом дошли до Дона и пошли дальше. И вот так, когда они шли по этому пути, они основали здесь русский каганат. Это уже исторический факт, книга доказана все, в общем-то, доказана, сказать, уникальность этой культуры, ни на что, она не похожа, в общем-то, и так далее. Вот здесь вот Белая Вежа была самой мощной крепостью этого государства. Она была хатарами огромнена. Вот, так вот, в общем-то. И дальше, мы будем иметь силу нашу во степи Матери Солнца. Она стяжет нас, и крылья раскрывает, и крылья распускает во все стороны. И дальше, важный момент. В древности были русами, и ныне пребываем ими. И что получается, в общем-то, так сказать, вот. Вот, ведь пытаясь, так сказать, доказать, что само название народа русский, оно возникло не так давно, понимаете? А вот книга, которая, по счётам, больше тысячи лет, в общем-то, она говорит, что в древности мы были русами. Поняли, да? Что для древности? Это тысячи лет назад, в общем-то. И они говорят, что в древности мы были русами. Значит, этому названию очень много лет, понимаете? Поэтому книга вызывает такую неность. Потому что она расставит все точки в главных исторических спорах, которые длится уже несколько сот лет, понимаете? Вот. Далее, в общем-то. А дальше, в общем-то, возникло что? Возникла ситуация, когда они не выдержали ударов наступающих других народов. И дальше они пишут. Мы были принуждены укрыться в лесах. И жили там охотниками и рыболовами. Ну, получается, путь от севера, Семеречья, если брать, Казахстан. Это вполне похоже. Там, сказать, открыли какую-то цивилизацию, не поймут какую. Понимаете? Там много атефактов, в общем-то, непонятного происхождения. Причем, высокая культура. А кто их создал? Никто понять не может. И вот они шли с севера, это Аркаима, они же создали потом Семеречья. В общем, потом они пошли на юг, на запад, в общем-то, дошли до Дона. Ну, и так далее. Понимаете? Четко описывается. И есть такие книги, которые утверждают, ну, на современных ученых, которые утверждают именно это. Но огромное, мощное историческое лобби, и западное наше, оно активно этому противостоит. Понимаете? Идет борьба против нашей истории, за историю, которая бы до предела унизила русский дух. И сейчас вот украинцы говорят, это нам тысяча лет, а вам искали 500. Понятно? Это нам тысяча лет, а вам искали 500. Понимаете? То бишь, еще более-меньше. Зачем это делается? Ницше писал, что человек будущего, это тот, у кого самая долгая память. Понимаете? У кого самая долгая длинная память, тот человек будущего. Корни, корни, корни. Обрезать надо как можно глубже. Понятно, да? Уничтожение. Да, идет уничтожение, вот есть разные способы войны, в общем. Дальше, в общем-то, по поводу происхождения. Миф происхождения народа является ключевым мифом для формирования национального самосознания. Понимаете? Вот у финнов есть миф о том, как Бог создал человека. Ну, как бы уже был вечер, уже было поздно. Думаю, ладно, душу я вдохну у него завтра, а сейчас пока политпускай ночку. Ну, и утром я его доделаю. Ну, положил. А ночью пришел черт и всего плевал, этого человека, в общем-то. Пришел Бог утром, лежит это его создание, все плеванное, думаю, что делать? Ну, жалко, труды потратил, он взял на изданку, вернул. И с тех пор, как пошло, что, сказать, внешний человек вроде ничего, он тебе как залянешь. Понимаете? Ключевой миф, миф происхождения, в общем-то, так сказать. И берем Библию, сказать, Бог слепил из того, что было, понимаете? Вот, раба для службы в саду, в этом райском, в общем-то. То бишь, происхождение определяет в дальнейшем самооценку этого, так сказать. А самооценка определяет его путь, понимаете? И вот здесь, так сказать, у нас было как? Мы происходили от дач Бога и стали сыновьями, мы происходили от дач Бога и стали славянами, славя богов наших, и никогда не просили и не молили их о благе своем. Дальше. И о том, что вам делать, и как говорить, и как творить. И вы будете народом великим, и победите вы весь свет, и растопчете роды иные, которые извлекают свою силу из камня, и творят чудеса, повозки без коней, и делают разные чудеса без кудесников. Тогда каждый из вас будет ходить, словно кудесник, и пропитание для воинов будет создаваться с помощью заклинаний. Вот это для меня загадка, растопчете народы, которые извлекают свою силу из камня, да? А дальше повозки без коней, да? Без коней. Без коней, да? В общем, то бишь, очень интересно. То бишь, вот, вот происхождение сыны Творца. И вы будете как сыны Творца, понимаете? Вот, есть разные версии происхождения, в общем, так сказать, вот, и они определяют судьбу народа, понимаете? Вот мы были, мы были созданы из тела Бога. Мы были Его сыновьями, мы были как творцы, мы были муравны, понимаете? Вот что получилось. И на что же нам заменили нашу веру? На то, что мы стали рабами. То мы были Творцами, дети Творца, сынами Бога, сынами Датчь Бога и Сварога, в общем-то, и так далее, в общем-то. А потом стали рабами Божьими. То бишь, вот это называется эволюцией Духа, понимаете? Сын Бога, стал рабом Божьим. Вот это эволюция. Вот. То бишь, дальше, какое было отношение у наших предков с богами? И если мы берем любую веру, берем там тоже ислам, тоже христианство, тот же иудаизм, в общем-то. Вот. Бог, он является чем-то особенным, превосходящим человека по всем параметрам, понимаете? Некий недотяжимый эталонный идеал. А как сказано по этому поводу, и тоже в Виллисовой книге. Датчь Бога во внуки, любимцы божеские, восславляем мы славу Сурье. Пять раз в день прославляем мы богов и выпиваем Сурницу в знак благодарности и общности с богами, которые в Сварге также пьют за наше счастье. Обряд совершается в знак благодарности и в знак общности. И когда мы совершаем обряд приношения, жертвовношения, славления, то там то же самое происходит в нашу честь. Поняли? Что наверху ты. Да, мы славим их, они славят нас, в общем-то. Не так. Он сидит такой, а мы, Господи, понимаете? А он сидит такой крутой, мэн, пальцевером, понимаете, в общем-то, и мы для него быдло. В Библии там как сказано, в общем-то, сказать, не верьте вы в человека, ибо что он значит? Это сказано в Ветхом Завете, понимаете, в общем-то. А здесь совершенно другое дело. В знак благодарности и общности, и Боги поднимают бокал за здравие людей, за их счастье. Понимаете, что было? И что мы приобрели? Дальше. Какие мы сами, то сноб знает. Так как мы могли славу вознося, но никогда не просили Его, и ничего не требовали от Него, что необходимо нам для жизни. Негородые. Дело в том, что, сказать, им... Это была религия не попрошая. Я понимаю, я правильно. Они славили и ничего не просили. У них все было. Сейчас только просили. Понимаете? У них все было. Мы никогда ничего Богом не просили, мы их славили. А сейчас тает, Господи, дай этого. Господи, дай, 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 дай. По-моему, там и уже Господь дурно от всего этого. Все просят и просят. И сказали с того, что все уже дано. Понимаете? Все мы уже имеем. Научись этим пользоваться. Понимаете? Все. Вот. Так мы пребывали славными, ибо славили Богов наших, и молились телами, омытыми чистой водой. И опять же, это очень важный момент. Вроде мелочь. Но когда Петр Первый пригласил западных дипломатов в баньку попариться, они сказали, нам Папа Римский запрещает мыться, потому что так мы можем смыть Божью благодать. Они не мылись. Они мылись два раза в день как-то, два раза в жизнь. В момент рождения, в момент смерти, в общем, так сказать. Вот как-то Людовик 14-й заболел. Врачи посмотрели его и посоветовали помыться. Это факт исторический, понимаете? Он написан. Людовик 14-й помылся, испытал жуткий шок от мутей, сказал, что больше это гадостью он занимается не будет. То есть, на Руси мылись всегда. И они мылись перед молитвой, понимаете? Они просто мылись, чтобы быть чистыми, чтобы быть чистыми телами. Этот момент чистоты телесной, в этой книге он многократно повторяется. Важность чистоты телесной, потому что она связана и с духовной чистотой. Это когда христианские эти вот, как называют, монахи ходили по Европе, пришли к немцам, к германцам, предложили им там веру свою, истинную. Говорят, ну ладно, покажите вашего бога. Тебе показывают. Это распятие, скажите, что это за бог. Вот у нас же вот такие боги, великие. Ну вот ладно, бог с ним. Предположим, что ваша вера истинная. Ну вот почему от вас так воняет? Ну не может вонять от человека, который, скажем, живет духовной жизнью, понимаете? Ну может иногда, там, утром проснулся, не успел зубы почистить. Но когда от него воняет 24 в сутки, извините, какой духовностью может идти речь, в общем-то? То бишь, что получается, в общем-то? Они создавали свою общую с богами. И боги создавали свою общую с ними, понимаете, в общем-то? Они у богов никогда ничего не просили. Они славили богов, омытые чистой водой. Понимаете? О высоком духовном уровне этого племени. Далее. Интересно сказать об этом пишет Бердяев, что у евреев до христианства не было идеи в религии, идеи бессмертия души. У них была идея бессмертия народа и бессмертия бога. И бессмертия индивидуального человека для них было казалось лишним, понимаете? То бишь, бессмертия души, а к ним пришло бы чисто с христианством, в общем-то так. А у христианства, у наших предков это было. И вот написано так. И так проглашали мы славу богам, которые суть отцы наши, а мы сыновья их. И будем достойны их чистотой телес и душ наших. Понимаете, да? И не умрут они в час смерти наших тел. И падшему в поле Перуница давала выпить живую воду. И выпивший ее отправлялся к сварге на белом коне. И там Перунька его встречал. И вел его в благие чертоги. И там он будет пребывать в это время. И достанет себе новое тело. И так станет жить, радуясь и творя молитвы. Что мы имеем? Мы имеем идею души, бессмертной души, и идею реинкарнации. Понимаете? Вот она. Идея реинкарнации, это у Индии, у Индии, у Индии. Вот есть фильм «Гладиатор» про Индийскую империю. И там Децимус Максимус Меридии говорит императору, я смогу отомстить тебе или в этой, или в следующей жизни. Это было в общее... Друиды брали деньги в долг, у тебя деньги в долг, и я тебе в следующей жизни отдам. Давали в следующую жизнь. И это было, как бы, частью культуры было совершенно ясным, что она будет, в общем, всей жизнью, он отдаст, в общем-то. Это было естественно, понимаете? То есть, что мы имеем в виду, в общем-то. То есть, что сейчас мы уже имеем, в общем-то, так сказать. И общее с богами, да, в общем-то, так сказать. И идею бессмертия души, и идею реинкарнации, в общем-то. И дальше. И у нас было представление и посмертной жизни о райе. И там сказано как. И приходим мы к синей реке, стремительной, как время. А время не вечно для нас. И там видели пращуров своих, и матерей, которые пашут в сварги. И там стада свои пасут, и снопы свивают. И жизнь имеют такую же, как наша. Только нет там ни гунов, ни эллинов. И княжи там правь. И правь это истинное. И дано это свинтовитом. То бишь, есть как бы жизнь вот эта наша. Есть идеальная жизнь, поняли? Она такая же. Только в ней все самое лучшее. Плохого нет, понимаете? И человек прожил эту жизнь, сложную жизнь. Ведь земля это место, так сказать, очень серьезных уроков жизненных. Он потом уходит в рай, прибывает там до времени, в мире совершенном. Потом спускается снова, достанет себе новое тело, снова живет и снова учится. Понимаете, какая была вера интересная, глубокая? Понимаете? Вот что получается. Вот что мы имели, что мы ввели, что несомненно внесли в нашу жизнь христиане, это учение Ааде. Учение Ааде я что-то нигде не нашел, славян. Его не было, понимаете? Причем учение А.О. Аде не было и в египетской мифологии. Там был Елисейские поля, рай. Или ничто. Поняли, да? То бишь, или жизнь в раю, или небытие. Если душа, там были весы, и было взвешивание сердца человеческого. На одну чашу весов клали перо Маат, оно символизировало истину. А на другую чашу клали сердце. Если они уравновешивались, он попадал в рай, в Елисейские поля, и жил там вечно и счастливо. А если, так сказать, перевешивало, его поедал зверек, это сердце поедало, которого звали Ам-Ам. Вообще, египетская мифология, она вообще такая забавная. В том плане, что птица, которая снесла первое яйцо, из которого возник мир, ее звали Великий Гагатун. Один из главных богов, там, у них был бог Птах. Птаха. И так далее. Очень близкий пантеон, нашему пантеону, египетский, в общем-то. То бишь, верьство книги сказано, и пошли мы в Египет. Они и туда дошли, они везде походили. Так вот, в общем-то, вы видите уже, вот я только отчасти сказал, в общем-то, мы увидим, какая была глубина у этой веры, понимаете? И решаются и исторические вопросы, очень просто, в общем-то. И решаются вопросы религиозные, скажите, какое оно было у нас. Нам же о чем говорят, что наша вера была примитивна. И что пришло великое христианство, и оно принесло нам высокие духовные ценности. Какие ценности? Мы с рабами Божьими, это что? Отправление высокого духовного уровня этой веры, что ли? Дальше. Мышление было очень интересно у наших предков, в общем-то. И вот это тоже момент очень важный. Как они мысли, как они понимали мир и себя в мире. Вот у меня это часто, я цитирую великую совершенно фразу, о которой есть, это же в Вересовой книге. Все сотворенное не может войти в расторгнутый ум. Чувствуйте это, ибо лишь это умеете. Ибо тайна та велика есть, как Сварох и Перун, и в то же время и Свентовит. Эти двое охватывают небо, сражаются тут Чернобог с Белбогом, и Сваргу поддерживают, чтобы не был повержен тот Бог Свентовит. С одной стороны, один момент, они говорят о том, что все сотворенное не может войти в расторгнутый ум, все Боги это один Бог. Поняли, да? Перун, это все, все Боги это один Бог. С другой стороны, они говорят, что бьются здесь, Чернобог с Белбогом, чтобы не был повержен тот Бог Свентовит. Поняли? Это созидательный конфликт. Как понимали? У нас же вообще, как в Ессианстве, есть сатана, да? И есть хороший Бог. И не борется этот Бог. Если победит, то всем будет хорошо. А здесь совсем другое. Это как естественный отбор природе, понимаете? Волк поймал в судне, потому что он плохой, потому что овса слабая. И нечего ей делать, понимаете? Созидательный конфликт. Борьба во имя сохранения рода. Природа сохраняет только совершенное. Это мы четко-четко сохраняем, понимаете? Это мы готовы сказать. Вот в Америке там уже процентов 20 инвалидов рождается, если не больше. Ну, мы готовы сказать все, подать на то, чтобы они жили, понимаете? А природе остается только совершенное. Дальше. Вот. Это очень интересный момент, удивительный момент. Смотри, Русь. Смотри, Русь. Как велик ум божеский, единый с нами. Вы понимаете? Как велик ум божеский, единый с нами. И ему трите славу, и проволошаете его с богами воедино. Бог. Разум бога единый с разумом человеческим. Здесь, понимаете, что есть единое космическое сознание. Об этом и говорится, понимаете? Вы понимаете, какой был уровень понимания у этих людей? Дальше. И были они послушны богам и имели разум все схватывающий. Разум все схватывающий. Он и сейчас у нас такой же, понимаете? Русский. Мы очень быстро схватываем. Мы взяли японское боевое искусство и всех японцев побили. Мы что-нибудь возьмем, все лучше сделано, понимаете? Мы все можем, как писал его влог. Нам нет на все, понимаете? В скифах и так далее. И что мне нравится? Виновны мы, коль хрустит и ваш скрит в тяжелых нежных наших лапах. То бишь, дальше. Мы славили богов, никогда не просяя их, лишь славя их силу. Когда я читал, опять же, Ригведу, меня поразило то, что Ригведа, в Ригведе в гимнах нет раболепства. Я привык в Библию, читаешь, там, о, Господи, я такой-сякой, ты такой-сякой. А тут все по-другому, понимаете? Есть восхищение силой, мудростью богов, понимаете? Но нет, раболепства. Вот мы славили силу богов, и ничего, опять же, не просили у них. Но это уже немножко говорил, в общем-то. И дальше. Мы имеем жизнь вечную, и мы должны родить о вечном, потому что земное против него ничто. Вы понимаете, да? Приказно понимали, что земная жизнь – это все лишь фрагмент, а вечность, она и есть вечность. Дальше. Очень интересный момент. Совершив омовение, отойдем ко сну, и там мы будем объяты вечным ничто. Какая формула? Вечно ничто, да? Мы понимали такие очень тонкие вещи. И дальше. К своим богам не принуждали никого. То бишь, та толерантность. Круто, во всю лодку, говорит Европа, последние лет, так, 20-30, она была свойственна нашим предкам. И далее, очень интересный момент. В свое время я написал такое стихотворение, когда я написал первые тексты «Делаю го с Богом» книги своей. У меня был такой восторг, благодарность, я знаю, которые я получил. Я написал это стихотворение. Я ухо приложу к мерцающему небу, услышу шум шагов по млечному пути. Приветствую великих сокровенным и знающих, куда и как идти. Великое, бездонное, родное, прими мой свет, рожденный в глубине. Я сердце гулное вечно настроил, и вечность отозвалась во мне. О, радость знать, и выше нету счастья. О, вечный путь, великий двор Торса. Во всем я чувствую удачу и несчастье, заботу матери, любовь отца. О, радость быть, в движении бесконечном, пронзать миры, ожидаясь вновь и вновь. Престую тебя, родная вечность, я сын тебе, прими мою любовь. И вот читаю. И тут корова Зимун пошла в поля синие и начала есть траву и давать молоко. И потекло то молоко по хлебам небесным, и звездами засветилось над нами в ночи. И мы видим, что то молоко сеет нам, и это путь правый. И по иному пути мы идти не должны. Млечный путь это путь прави. Вы понимаете, какой уровень был у людей? Какой космизм, мышление, понимаете? Вот он, путь был. Эти спирали-то, в Млечном пути, вот это и есть путь, понимаете? То бишь, я стих написал, то выяснил, что действительно, так оно было, так они и понимали, какие дела. То бишь, книга маленькая, в общем-то, небольшая, но когда начинаешь уходить в это содержание, в содержание этой книги, то поражаешься, сказать, какая глубочайшая философия. Там немного этих коплений, но не фундаментально. Там больше идет, как бы, историческое описание движения народа, его борьбы. Ну, и есть описание и религии, и очень красиво, и удивительная мудрость. И вот это знание, оно сопоставимо по масштабу, по глубине с ведами тем же индийским, понимаете? В общем, так сказать, очень много совпадает. И вот дальше мне позабавило, так сказать, по поводу Юрика, фраза. У нас же, так сказать, спор о том, вечный, что вот Юрик пришел, создал государство. Что написано о Юрике в Вельсовой книге? Откватьте Юрика от земель наших, гоните его с глаз долой туда, откуда пришел. Это повторяется несколько раз. То есть, ничего он не создавал. Его ненавидели, его гнали, понимаете? Вот. И вот дальше что получается? Вопрос тогда возникает после всего того, что я сейчас сказал, кто же такие русские-то? Вот. И дальше, что там пишется на тему, на эту? И были мы русскими славянами. Русскими славянами. Дальше. И там скифами первонаприво были предки наши. Скифами. Дальше. Старше вроде был щекой из иранцев. То бишь, арийцы, иранцы те же. Дальше. Враги руссколанам и богам нашим. Ну, помните, в общем-то. И руссколанами себя назвали. И петом они в древности были русскими и ныне пребываем ими. То бишь, все эти племена скифы, сарманы, аланы, руссколаны, все это русские. Самые древние названия этого племени русские. Кто-то потом стал дробиться. Понимаете? Как сейчас хохлы есть, в общем-то, есть белорусы, есть мы, понимаете? Но это же один род, в конце концов. Но нас пытаются убедить, что это народы разные. Понимаете? Ну, сами знаете, зачем, родители властвуют. То бишь, русские это все народы именно такого индоевропейского происхождения, которые жили на этой территории. Понимаете, что получается? Вот это и есть русские. И когда мы говорим о восстановлении русской веры, нужно восстановить не веру вот ту, которая была в Киеве до реформы Владимира. Поняли, да? Это маленький фрагмент. Это некий откловшийся кусок. Понимаете? А вот всю эту веру, всю эту веру, которая, в общем-то, была на этой территории. Когда я ввел все время в понтон наш богиня-ювест, в общем-то, я ничего не ввожу так вот. Я решил и ввел. Приходит. Я включаю. Начинаю работать. И сам даже часто не понимая, почему это сделал. Он пришел и делал. Потом приходит осознание. И поначалу у меня даже были мысли, не за уши ли я потянул ее в пантеон. Как-то все-таки она была хранительницей пената римского народа, римской империи. Вот. Потом вдруг выясняется, что у скифов главная богиня была богиня Веста. Звали еще ее Табити. А? В Риме был храм. Ну да, да. И самое большое количество находок именно изображения богини Веста по северскому Донсу. На Дону, в Крыму и северскому. На этой территории она была одной из главных богиней, оказывается. Понимаете? То бишь, если бог здесь был, даже если внесли новую веру, он никуда не делся. Он тут остается. Понимаете? До времени. И потом приходит время, он может опять себя транслировать через нас. Понятно, да? Вот такие дела. И вот что получается. Сейчас возникает такие забавные течения в русском язычестве. Вот с этими товарищами с кятовцами общался. И они вот как шипят на ведийскую традицию Индии. Мол, не наша, йога не наша, веды не наши. Но при этом что они делают? Они проводят шаманизм. И даже у них возникла форма русский шаманизм. Они бегают с бубнами, проводят шаманизмские ритуалы и проповедуют шаманизмскую философию. И меня упрекают в том, что я тащу сюда индуизм, но они тащат тюркский шаманизм всех народов. И это как будто получают нормально. И я не знаю, понимают ли что они делают. В чем тут вопрос в этой ситуации. В 19 веке возник новая волна интереса к язычеству. Просвещенная русская интеллигенция заинтересовала, что же такое русская вера была дохристианства. И возникла идея дискредитации нашей славянской веры вот таким способом. Один, не помню кто, написал книгу, даже не один, книгу о том, что якобы, когда пошли гонения на русских волхов, они ушли в Сибирь и передали знания свои языческие сибирским народам, шаманам. Поняли, вы хотите знать, что такое русское язычество и русские жрецы. Вот шаманы с бубном бегают в шкурах, вот это и есть русский жрец, русский жрец, а теперь посмотрите на благолепие наших храмов, на благолепие нашей церковной службы, сравните, видите, а да, правильно сделали, что заменили вот эту дикую веру на такую высокую культуру, понимаете? А, да, да, никто не ходил вообще, видимо, оставили письмо в бутылке, дошло, то есть никаких фактов нет подтверждающего, но эта версия возникла, и сейчас Кятовс вот это проводит, и при этом сказать, они грудью стали, чтобы не пустить ведические знания Индии в Россию, хотя об этом писал и Рыбакова, и Гусева, все русские великие академики писали о том, что это одна культура, но при этом втягиваясь сюда шаманизм, выдавая его именно за русскую веру, понимаете, что получается? Вот, это кюрская культура, я ничего против нее не имею, в общем-то, но бубен не наш инструмент, понимаете? Мы любим бить в бубен, но не в тот, да? Поняли, да? Вот, и вот здесь возникает вот самый главный вопрос, есть, было время, когда русский народ, вот этот русский народ был един, а потом он раскололся, возник сарсарматы, возникли скифы, возникли аланы, руссколане, все это возникло, славяне, может быть они не раскалывались, а просто жили рядышком. Нет, раскололись, в общем-то, и сейчас даже есть версия, почему это произошло. И вот, когда мы берем, так сказать, пантеон Виллисовой книги, ну, пантеон богов, который там описывается, здесь мы видим Святовита, Перуна, Симагла, Чесла Бога и так далее, ну, мы тут же видим Сурью, Индру, Тваштара, вот, и есть понятие такое, сварга, есть такое понятие в ведической философии Индии, сварга, и слово сварга в Виллисовой книге так же управляются, как небесный план, сварги, поняли, Сварга, да, да, и вот, один народ, была одна вера все время, но вот тут есть один очень важный нюанс, это мое предположение, почему, собственно, расколол произошел, вот, в свое время, в общем-то, и, я так думаю, он был связан именно с вопросом религиозным, потому что всегда расколы случались там, где возникали какие-то религиозные разночтения, расколы на Руси 16 века, помните, когда там, скажем, страшный раскол, сколько людей погибло, это ужас, есть прекрасный фильм, раскол, вот, сериал, серия 20, в общем-то, я не смотрю сериал, но это я посмотрел, я его купил, диск, очень мудрый фильм, вот, и там очень хорошо показаны стара веры, старообрядцы, понимаете, и очень плохо, вот действующая церковь, понимаете, так вот, и вот здесь момент какой, по поводу жертвопоношения, а, да, расколы, по поводу жертвопоношения, боги русские не берут ни жертв людских, ни животных, только плоды, овощи, цветы, зерна, молоко, питьевую сурью, на травах забродившую, и мед, и никогда живую ни птицу, ни рыбу, то бишь, мясной жертвы не было вообще никакой, вот, и я, мы сами тут практикуем, именно вы видели, вегетарианскую жертву всегда, без мяса, без всего такого, потому что есть такой закон, что пошлёшь, то вернётся, пошлёшь кровь, кровь вернётся, понимаете, вот, Чижевский хорошо сказал, что солнце является усилителем всех процессов, происходящих на земле, вот, в своих книгах, в общем-то, вот, арийцы жертвовали кровью очень даже хорошо, и даже где-то почитал в Махабхарате, что люди бы не ели так много мяса, если бы его так не любили жертвенные камни, вот, и вот здесь есть очень интересный момент, возможно, именно это послужило, так сказать, расколом, вот этого единого племени, вот, есть в Махабхарате момент, когда боги стали требовать от людей кровавых жертв, а люди говорят, а нам творец завещал приносить жертву травмные, плодами, там, мёдом, и всё прочее, и заспорили, мимо шёл ворона, ворона, космический юрист, вот, ну, от тёмных, там есть как бы Митра, он от Солнца, и есть ворона от тёмных, два таких космических юриста, скажем так, вот, и они говорят, рассуди, ворона подумал, подумал, и сказал, уж лучше я буду проклят людьми, чем богами, нужно было принимать чью-то сторону, и он принял сторону богов, не потому, что это правильно, потому, что, ну, и чувство самосохранения, скажем так, он был проклят людьми, и с этого момента жертву, жертву мясную установили, и арисы, они очень много жертвовали, вот, самым, именно мясом, у них был самый высокий шик, это жертвопоношение коня, причём, особенно белого коня, понимаете, вот, они любили вот это дело, вот, много было крови пролито, вот, у евреев описывается, так сказать, жертвопоношение, тоже мясное, кровавое, но это описано в Библии, в пяти книжах, но это описано не для слабонервных, когда они берут, чашу крови, этой крови окропляют алтарь, окропляют жреца, а потом окропляют всех присутствующих, знаете, такая толпа вся в крови, вот, и, в принципе, сказать, вот, именно тем, что на Руси не было кровавых жертв, возможно, и объясняется достаточно миролюбивый характер русского народа, берём кавказцев, они, барашки, 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 сказать, вот, и это потом резали горло нашим словам, как к баранам, то бишь, жажда крови, в общем-то, неважно, ты кауреешь, если ты привык, из барана, в общем-то, все садисты, насильники, вот эти вот маньяки, они начинали с кошек, с кошек, с собачек, а потом уже резали людей, в общем, вот, то бишь, я думаю, что у меня такая версия возникла недавно, что вот этот раскол возник именно на религиозной почве, а одна часть отказалась принимать, приносить кровавые жертвы, вот, а другая часть продолжала, это же, начала эти жертвы приносить, и причём арии, они были народ такой, со своеобразным чувством юмора, знаете, как они захватывали государство, они подходили к городу, и говорили, сдашься, будешь жить, не сдашься, и принесём всех в жертву богам нашим, не сдались, и они убивали всех в городе, людей, зверей, ну, всё, что было, они всё убивали, и приносили богам своим, и так, два-три города они возьмут, остальные сдавались без боя, были очень такие ребята, достаточно жестокие, они были ведомые индрой, ну, такое время было, вот, славяне по этому пути не пошли, арии, арии, то есть, славяне, русские, они пошли по этому пути, в общем-то, вот, и при этом мы сохранили, сказать, удивительную стойкость духа, именно воинскую стойкость духа, но при этом мы никогда толком ни на кого не нападали, замечаете, да, наша история, это история отмахивания от нападающих, и за счёт этого мы стали потом расширяться, достелить такую колоссальную территорию, вот, и далее, последние моменты, закат языческой Руси, вот, вот, который описан в Вельсовой книге, опять же, «Аскольд, а после него Дир, уселись у нас, как непрошенные князья, и потому отвратил огнебог лик свой от нас, что мы имели князя, крещённого греками, аскольд – тёмный воин, и так сегодня грекам и просвещен, что никаких русов нет, а есть варвары». Вы поняли, что произошло, да? Пришёл чужой князь, чужой по крови, принял христианство, его просветили, что нет никаких русов, а есть варвары. Все революции у нас происходят сверху. Вы помещаете? Крещение было сверху, не снизу, народ не хотел это вверх. В России была столь-летняя война, религиозная. По данным археологии, было уничтожено треть населения за сверху. Далее. «Греки хотят окрестить нас, чтобы мы забыли богов наших и так обратились к ним, чтобы стричь с нас здань, подобно пастрям, стекающимся в скифию». Понятно, да? Вот. То бишь, они понимали, что происходит. И было какое-то противостояние всему этому, в общем-то. Но, как мы все знаем, мы проиграли в этой борьбе. И вот причина поражения описывается в той же Виллисовой книге. «Войны станут рабами многословия, и от тех словес вы лишитесь мужества». «И станете рабами дани и золотых монет. И за монетами захотите предаться врагам». «Все, что сейчас происходит». Ну, это происходит, понимаете? «Все, что произошло». «Что произошло?» То есть, все сказано, все в книге описано. Понимаете? Вся история, вся религия, борьба и причины поражения. Будущего нет в этой книге. И, понимаете, когда я или бываю в каких-то местах, или читаю книги, у меня возникает, кроме понимания, еще ощущение определенное. Понимаете? Вот. И я, когда работал над этой лекцией, в общем-то, записал небольшой текст. «Вельсова книга – это отчаянная попытка сохранить для потомков историческую и религиозную память. Это скорбное свидетельствование о том преступлении, которое было совершено против Руси тысячу лет тому назад в Византийской империи. Авторы понимают неизбежность крушения языческой Руси. Но они также понимают, что если им удастся донести через века память о великом прошлом русов, то возрождение исторически-элигиозно-этническое будет возможным. «Вельсова книга – это надпись на стенах крепости, оставленная погибающим гарнизоном. Это письмо из бутылки, брошенной сноющего корабля. В ней не хватает логики и последовательности целостности изложения. Много сумбура. Но нужно понимать, что это послание будущему от погибающего языческого мира. Это не экономический труд. Это попытка оставить хоть что-нибудь о прошлом, будущем поколении. И в этом ее великое значение и великий подвиг авторов этой книги. Создается ощущение после чтения этой книги, что собрались жрецы и торопливо записали кто что помнит. и бросили рукопись в неспокойные волны из Тридского океана со смутной надеждой на то, что послание когда-нибудь возможно дойдет до 30. поняли? На каком языке? А? На каком языке написано? На древнем языке. На нашем? Вот. И нашими письменами. То бишь возникает ощущение вот этой торопливости. Они записывали, 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 а все, все, конец наступает. Понимаешь, что сказать, уже неизбежно. Надо что-то оставить. Понимаете? Когда я был в Белой Веже, и я увидел как-то стоят женщины, дети, в общем-то, и такой голос «Расскажи о нас! Расскажи о нас!» О них забыли. Когда ко мне пришли, тоже давно еще, сам начал заниматься, пришли, помните, есть такие вот у Васильева такие в шубах, бородами трое пришли и говорят «Расскажи о нас правду!» Они ходят по Руси, они ищут тех, кто что-то может сказать, понимаете, хоть что-то донести, понимаете, ищут мозги, что-то можно... Вот они вот, вот стена, информационная стена, они там, они знают, как было, но столько лжи, понимаете? И так мы вообще в эту лжу уже поверили, что донести очень сложно на кого-то. Они только видят, что-то образовалось, какой-то просвет, в чьей-то голове, они приходят и просят. Вот. И вот здесь вот это ощущение возникло, вот это страстное желание донести правду, 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 хоть в каком-то виде, понимаете? И сует эту книгу нельзя строго. Она писалась в экстремальных условиях. Знаете, вот я все вспоминаю один момент такой, один фильм был, когда пришли, была некая комиссия, организованная Нансеном, наголодающим по Волжи, и комиссия зашла в школу сельскую, и там мужик преподает русский язык. Ну, написал предложение, а там штук пять ошибок предложений. А они говорят, что вы тут делаете, как вы можете преподавать русский язык, вы сами сколько ошибок делаете? Он говорит, а это вообще-то не учитель, я завхоз. учитель с Вололу помер. Если я хотя бы так не научу их писать, они вообще никогда не научатся, понимаете? Это великий человек. И вот эта книга, понимаете, это великая книга. Ну, она сумбурная, непосредственно, там много запутанных мест, в общем-то, и так далее. Но это вот рукопись из бутылки со Сталином в торопях гибнущим, гарнизоном или гибнущим гибнущим командой кораблей. Понимаете? Есть легенда, что, ну, в конце, так сказать, на закате язычества славянство тысяча волков шагнули в огненные врата, то есть, через огонь ушли в другой мир, чтобы вернуться сейчас. Такое возможно, в принципе, в общем-то. Здесь как, в общем-то, так сказать, проявление мистеросливого центра и об этом в каждом есть такой и у друидов, в общем-то, читал Монроу, и там он пишет о том, что друиды поняли, что, ну, пришло время христианства, в общем-то, это неплохо, они хранят, время такое. И в этом времени и у них нет места, в общем-то, и они ушли, они не боролись, они ушли. Да. Вот так вот, в общем-то. Они должны, по идее, вот сейчас вернуться. Так вот, я подведу небольшое такое резюме, сказано, потом, поговорим трошки на вопросы. Так вот, авторы этой великой книги жили в этих степях. Вот что получается. Первый момент. Дальше. Пантоон в этой книге еще хранит память об индоевропейском единстве. Понятно, да? Угу. Дальше. Именно эта книга привела меня, привела меня по пути создания религии индоевропейского единства. Будем? Угу. И вот вы вчера были на обряде у нас, новой, кто был. Вы заметили, что там есть имена, не только славянские богов. Это одна вера была. И имена, которых община слышно. Вот. Нас, понимаете, сейчас опять режут по-живому. Вот есть русское там, вот есть украинское язык. Понимаете? То есть, уже режут уже по язычеству, понимаете? Вот. И именно эта книга меня подтолкнула на путь создания именно спирального культа. Там это, я уже первый звоночек. Так вот. По поводу Византийской империи. Греки здесь являются главными врагами славян. И есть у Гумилёва такое понятие, как химера. Слышали, например, химера. Государство строится по типу химера, когда один народ правит другим народом. Но есть физическая химера, когда вот в Хазарском Каганате евреи правили хазарами. Или когда в Индии арийцы правили местное население. Понимаете? Это та самая химера. Понимаете? А есть духовная химера. Понимаете? Когда они прямо не правят, в общем-то, правили-то не князья греческие, а пастыри греческие. Понимаете? И что получается? Империя сдохла, а ее эгрегор продолжает паразитировать на славянах. Понимаете? На нашей крови они продлили свою жизнь в истории. Мы много хорошего у них взяли, но мы утратили свою религиозную и национальную идентичность. И эти потери куда более страшны, чем те прибитения, которые мы сделали. империя физически сдохла, изантическая. Но ее эгрегорные структуры, они были перенесены на Россию. А теперь в православной среде бытует такое мнение в верхах, что российский народ невосстановим, что он обречен на гибель. И спасать его уже бессмысленно. Но нужно сохранить главную ценность русского народа, православия и передать его Китаю. Паразит сажал одну империю, потом сажал другую империю. Теперь Китая людей много, надолго хватит, понимаете, есть кого покушать. по поводу ювелисовой книги. Мы сейчас так как прикоснулись к этим темам, слишком глубоко не внедряясь, не было такой цели, понимаете, но уже мы получили ответы на все спорные вопросы, вопросы происхождения России, вопросы нашей религиозной идентичности, вопросы, сказать, нашей эпичности, ну и так далее. Все то, о чем ломается копия, здесь конкретно объясняется. И здесь, понимаете, что такое область знаний в нашем человеческом мире? Есть разные книги. Один принял эту книгу, а другую ту. поняли, и все. И ни один из них не может друг другу доказать, что его книга правильней. И бодаются, понимаете. И здесь, ой, здесь бодаться это не нужно. Бодаться не нужно. Я прочитал Вересову книгу, меня абсолютно устроило ее содержание и духовное, и историческое, понимаете. я согласен со всеми пунктами, которые они пишут, я так тоже думал, не один я, и есть очень много трудов, которые подтверждают точку зрения Вересовой книги, понимаете. И я говорю, для меня это подлинное произведение, которое дало мне очень много для моего понимания пути духа в этом огромном мире, понимаете. я не собираюсь ни с кем бодаться и никому доказывать, что это книга подлинная или книга неподлинная. Для меня она подлинная. Если взять также Библию, переписывали миллион раз, и недавно, уже перед смертью, Иоанн Павел II разрешил произвести исправление в Библии, опираясь на новые археологические данные. Это уничтожение Библии, исходя из их представлений, понимаете. Если в ней может что-то исправить, она несовершенна, это не священное писание, все, понимаете. Вот что он сделал. То бишь, да, то бишь все книги переписываются тысячу раз, в общем-то. Ну, мы берем книгу, устраивает она на своем содержании, своим духовным наполнением, или не устраивает. Меня Велесова книга абсолютно устраивает. Понимаете, я не хожу в ней для себя никаких противоречий. мне понятно то, что там написано. И поэтому, в общем-то, я предлагаю принять эту книгу как подлинную весть того мира, для нашего мира, для нашего мира. И, естественно, творчески ее использовать, опираться на ее знания, в общем-то, цитировать ее как подлинник, а не как некое сомнительное произведение. общем-то. И таким образом мы сможем получить опору в нашем великом прошлом. Поняли? Чтобы мы не смотрели в настоящем, без опоры в прошлых каких-то откровениях, в общем-то, мы будем достаточно неустойчивы. Неустойчивы. Да. Вот что касается Велесовой книги. Вот я и говорю, в общем-то, много кричат на тему подлинной или неподлинной. Вот. Ну, никто по сути содержания. Там, когда на меня в интернете наезжают умники, которые мои видео смотрели, книгу читали, они не споют с книгой, они не споют с содержанием. А ты ом, она вкартавит. Ну, иногда это из-за того, что я всю жизнь говорю, всю жизнь говорю, у меня рот устал. Мне иногда лень проговаривать. Все буквы нормально проговаривают. У меня нет патологии там, произношения, скажем так. О, он картавит. Вот он, у него там, у него разные правая и левая сторона. Нашли там все. на одинаково. А я, я там, я сижу, ну, видео, сижу, окно слева, и я так немножко шуриюсь. Потому что окно слева, ну, свет, и я так чуть-чуть пищуриюсь, в общем-то. О, разность. никто не спорит по существу, потому что по существу спорить очень сложно. Часто это практически невозможно. А вот сказать, в общем-то, а у тебя нос кривой, понимаете, у тебя дикция не такая. ну и все. И они, какая ловика? Гоменов картавит, если он картавит, значит, дегенерат. А что слушать дегенерат? Дегенерат? Понимаете, ловика какая? Вот и все. Вот и все. Понимаете? Это нормально. Это час нашей жизни, в общем, такое тоже есть, в общем-то. Вот, как Анатолий Киркоров злой сидит, говорит, говорите, говорите обо мне гадости. Люди поймут, что человек поющет такие песни о любви не может быть таким, каким вы меня выставляете. Молодец. Правильно, мудрый барин, в общем-то. Свообразный человек, в общем-то, сказал очень верную вещь, в общем-то. Чего бороться, что бродать, что доказывать, бессмысленно. Вот такие дела. Ну вот, на сей момент я завершил лекцию. Сколько там времени у нас? Вот, вопросы есть? Жанна Бечевская сегодня сюда с самого раннего пела. Мы русские и мы поднимемся с коленей. Да, с Хриштом и Сузаном. Она с ним поднимается. Дорогами узкими они идут, а мы широкими проспектами шагаем. Да нет, так что мы-то и не опускались на колени. Это пускай не поднималась. Нет, у нас даже в этом по-русски, чисто по-русски. Или туда, или туда. Середина гения.